Деньги на дожди Добрый день, это программа Деньги на дожди, я Иванов Игорь. Ну и главные новости на сегодня по состоянию на 17.30. За неделю Евросеть подешевела на миллиард. Крупнейшая в мире биржа Нью-Йоркская фондовая может сменить владельца. Ну и наконец Бирбанк начал продавать свои просроченные долги коллекторам. Ну и последняя новость, которая пришла около часа назад. Отток капитала из России может смениться притоком. Во всяком случае такое мнение в беседе с журналистами высказал заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Напомним, что последние месяцы капитал бежит или если угодно утекает из России. Но по мнению Клепача в марте этот тренд развернется на противоположный. Он объясняет это ростом цен на нефть. И собственно чем выше цен на нефть, тем больше валюта притекает в страну. Ну и это выправ. И поэтому по мнению Клепача собственно отток капитала сменится притоком. Ну а мы все-таки не забываем о том, что сегодня 1 апреля, всемирный день юмора и смеха. Ну и в корпоративном мире одним из главных шутников является компания Google, которая уже 10 лет, каждый 1 апреля радует своими смешными забавными розыгрышами. И вот собственно давайте посмотрим обзор самых, пожалуй, смешных, забавных шуток от Google. Блоги. Дэн Фромер на сайте businessinsider.com публикует подборку из лучших первопрельских розыгрышей от компании Google. В 2000 году Google пообещал своим пользователям специальное предложение, которое способно анализировать мозговые волны для более качественного поиска в сети. Приложение MentalPlex сканирует мозговую активность пользователя, просмотренные ранние страницы в браузере и скорость движения курсора, после чего определяет тот сайт, на который вы хотите попасть. В 2004 году Google объявил о найме на работе в свой лунный офис. Как гласило объявление, эта уникальная возможность была доступна только для высококвалифицированных специалистов, которые готовы к переезду на длительный период времени, находятся в безупречной физической форме, и способны выжить с ограниченным запасом таких благ современного общества, как низкокалорийный латте на соевом молоке, сериал «План Сопрано» и стабильный запас кислорода. Уже через год компания представила напиток Google Gaup, который может заставить вас думать быстрее. К сожалению, была представлена лишь бета-версия напитка, которая так и не была доведена до версии 1.0. На фоне зарождающегося бума соцсетей, в 2006 году компания пообещала пользователям специальное предложение под названием «Google Romance», способное подобрать вам подходящего кандидата для свиданий. В 2009 году Google, следуя модею, предложил 3D-версию своего браузера Chrome. Пользователям сначала нужно было распечатать и вырезать стереоочки, нажать специальную кнопку на панели инструментов и просматривать содержание страниц в трехкмерном режиме. Блоги. Это был обзор самых удачных первоперских шуток от компании Google за нулевые годы 21 века. Но теперь давайте посмотрим свежак, свежий розыгрыш от Google, который сегодня появился на сайте компании. Один из менеджеров Google представляет новую систему, с помощью которой можно управлять почтой Gmail, с помощью своего тела, не используя ни клавиатуру, ни мышь. Вот, собственно, с помощью простых движений можно отправлять почту, принимать ее и, вероятно, даже набирать сообщения. Да, ну вот такой прорывный... Ну, стирать точно можно прорывный инновационный продукт. Вот его, собственно, обсуждают эксперты и аналитики, дают, безусловно, высокую оценку этой адской технологии. Ну что ж, на этом мы закончим с первоапрельскими шутками и вполне себе серьезно будем обсуждать новости дня, которые, мы надеемся, имели место быть. Компания дня – это компания Евросеть, которая за считанные дни около недели подешевела на 1 миллиард. С чем, собственно, это связано? Ну, дело в том, что компания получила чрезвычайно высокую оценку изначально, с самого начала Евросети, оценивалась в 4 миллиарда долларов или около того. С чем была связана такая высокая оценка? В обзоре, который подготовила одна из структур Альфа-банка, ну, а надо сказать, что у Альфа-банка и у Евросети, Александра Малеса, существуют общие акционеры, существует некая такая непрямая аффилированность, ну, не суть. Альфа-банк полагал, что бизнес Евросети будет расти на 30% в год приблизительно. Что, ну, окей, теми же темпами, что и выручка будет расти, и прибыль, если не быстрее. В связи с этим компания в обозримой перспективе должна будет принести своим акционерам, ну, буквально, золотые горы. Вследствие этого Евросеть была оценена с чрезвычайно высокими коэффициентами. Ну, как оценивают компанию-аналитики? Один из методов состоит в том, что они рассчитывают показатель EBITDA, так называемый. Это, ну, очень грубо говоря, доход минус расходы. И дальше этот показатель EBITDA умножают на некий коэффициент, который выводится путем более или менее сложных расчетов. Евросеть имела оценку до 18 EBITDA. Это, конечно, дико много. За поедельно сама компания говорила, что она ориентируется примерно на 14. Ну, окей, так сказать, ходили разговоры о том, что Евросеть будет стоить 14 EBITDA. Теперь эта оценка снижена примерно на 30%. Теперь текущая эвалюация Евросети составляет около 3 миллиардов. Ну, что ж, обсудим эту новость, этот процесс, точнее, с первым заместителем главного редактора журнала Forbes, Александром Малютином. Александр, добрый день. Здравствуйте. Александр, можно ли говорить о том, что, ну, вот, не прокатило, что называется, Евросеть сначала дала высокую оценку, потом была вынуждена ее снижать, и это связано с тем, что рынок просто не принял такую дорогую Евросеть? Ну, понимаете, в какой-то смысле прокатило, потому что, ну, можно вспомнить поговорку еще советских времен, что если хочешь машину кирпича, то проси Львия, да, тогда одну получишь. Потому что та оценка, которая есть сейчас, она тоже высоковато, прямо скажем. Ну, вот 11-13 EBITDA, это тоже многовато, потому что телекомовские компании, они стоят, ну, и розничные компании, где-то 9-11. Вот. Ну, понижению удивляться поэтому совершенно не надо, которое произошло вот с уровня 17-17 EBITDA, потому что тогда вообще бы не было потенциала роста. Непонятно, зачем было бы покупать акции, которые не вырастут. Да, в которые уже заложены весь рост в ближайшие годы. В общем-то, да, да. А сейчас такая надежда-то есть. Ага. Александр, а есть ли надежда на то, что и по такой сниженной цене Евросети удастся разместиться? Ведь с начала года было отменено сразу несколько размещений. Станет ли Евросеть обратным примером? На ваш взгляд. Ну, я не хотел бы делать феерических прогнозов. Я думаю, что ближе к нижней границе все-таки это будет. То есть вот 2,7-2,9. Ну, сразу после вот целого ряда отмен там и провалов сразу очень хорошо не бывает, да. Дай Бог, чтобы просто состоялось, чтобы попало в диапазон. Ну, и дальше будем следить за ростом. Александр, последний вопрос. А такая сверхвысокая оценка компании, она не сказывается на репутации, я не знаю, самой этой фирмы или тех банков, которые проводят размещение, когда они, по сути, просят от инвесторов, ну, едва ли не в полтора раза больше денег, чем компания стоит? Ну, нет, на репутации-то не скажется. Ну, все же бизнесмены, да, все понимают, что хочется больше, да. Ну, вот как на базаре спрашивают, почему у вас по 5, а у них по 3. Ну, потому что 5 больше. Все понимают мотивы. Окей, спасибо огромное. С нами был Александр Малютин, первый заместитель главного редактора журнала Forbes. Мы обсуждали размещение Евросети, в ходе подготовки к которому оценка сети была снижена с 4, условно говоря, миллиардов до 3. Ну, и дай-то бог, что размещение состоится и по такой цене. Ну, а мы переходим к нашему следующему сюжету. Деньги на дожде. Сегодня в российской газете вышло интервью главного нашего статистика, главы Росстата Александра Суринова, в которой он подводил предварительные итоги переписи населения, которая проходила в России. И в частности, в ходе этого интервью, он затронул тему теневой экономики в России. По расчетам Госкомстата, она составляет у нас 16%. Ну, и, собственно, это, безусловно, прогресс, потому что в начале нулевых, после предыдущей переписи, говорили совершенно о другой цифре, о 23%. Ну, это оценки теневой экономики Росстата. Видно, что за 8 лет объем теневой экономики сократился почти в полтора раза, ну, на треть где-то. Ну, а о том, насколько, в общем-то, валидны эти оценки, мы поговорили с профессором российской экономической школы Константином Сониным. Не исключено, что это все довольно сильно из воздуха взято. Для того, чтобы делать какие-то оценки ВВП Росстату, нужно выбрать какую-то цифру, которую он считает, является размером теневой экономики. И, конечно, это плохо, если он ошибается при этом там на десятки процентов, например, там типа вдвое. Но оценка примерно в 16%, то же самое было бы в 15 или в 25, это все выглядит и правдоподобно. Между 10 и 30, 16% это тоже нормальная оценка. Ну что ж, есть некоторые сомнения у независимых экспертов в том, что те цифры, о которых говорит Госкомстат, характеризуя размеры теневой экономики в России, имеют отношение к реальности. Ну что ж, давайте посмотрим, как обстоят дела с теневой экономикой в других странах мира, Ну, чтобы понять, насколько хорошо или плохо, нормально смотрится оценка России на их фоне. Ну, собственно, вот мы из разных источников набрали данных по ведущим сторонам мира. И вот в Италии последняя оценка теневой экономики 18%, Россия 16%, США 14%, ну и вот Германия 15%. Смотрите, получается, что в России, согласно официальным данным, в общем-то, размеры теневой экономики, они, ну, абсолютно сопоставимы с ведущими мировыми державами. И у нас как будто бы все хорошо. А давайте посмотрим, как обстоят дела у наших соседей, ну и, собственно, у лидеров. Лидер — это Нигерия мировой, где этот показатель составляет 74%, то есть, собственно, три четверти экономики находятся в тене. Фантастически. Ну, а далее следуют Египет и Грузия, как ни странно. У наших соседей, Украина, Молдавия, Беларусь, все это колеблется около отметки в 50%. И вот, собственно, на этом фоне, ну, вероятно, можно предположить, что у нас должна быть примерно такая же цифра, как и на Украине, может быть, чуть лучше. Но, однако, на Украине 50%, у нас 23%. Ну что ж, рисует официальная статистика нам весьма благополучную картину в экономике. Ну, а мы попробуем посмотреть на то, что происходит в экономике, под немножко другим углом посмотреть с точки зрения доходов граждан. Компания Гранд Торнтон провела опрос работодателей во множестве стран мира, несколько десятков стран приняли участие в этом обзоре и спрашивали у предпринимателей простую вещь, собираются ли они увеличивать зарплату сотрудникам, которые у них работают. И вот, собственно, какую картину мы получили. Лидеры рейтинга Чили почти все, 97% с ума сойти работодателей, собираются повышать зарплату. Посмотрим, странный БРИГ, агрегированный такой показатель по четырем странам, у Гранд Торнтон получилось 68%, более чем две трети. Большая семерка, 62%, 35% работодателей повышают зарплату. Евросоюз, 60%, чуть ниже. Россия, каждый второй предприниматель, ну и то с некоторыми оговорками, сообщил, что он, ну да, повысит зарплату или, по крайней мере, думает об этом. И это очень низкий показатель, потому что посмотрим, сейчас вся мировая экономика выходит из кризиса, у кого, собственно, обстоят дела хуже. Неблагополучные страны Еврозоны, страны ПИКС, где происходит кризис, там сокращают зарплаты совершенно официально в бюджетном секторе. И вот там этот показатель ниже, чем у России, но незначительно. Япония, где произошло катастрофическое землетрясение, где нужно там восстанавливать страну, как после войны, если не хуже, 29%, меньше, чем в России. Греция, где сокращают зарплаты госслужащим, и где время от времени происходят по этому поводу уличные баталии, 16%. И, наконец, Ирландия, где кризис сегодня вступил в новую фазу, 13%. И так хуже, чем в России, только в странах, переживших стихийное бедствие, либо находящихся в острой фазе экономического кризиса. Ну, вот такая как бы невеселая картина с ростом зарплат в России. Ну что ж, переходим к следующему сюжету, к сделке дня. Тоже сказать, по правде, невеселые новости. Пришли Сбербанк, собирается продавать свою просроченную задолженность коллекторам. Сберегательный банк, ну, собственно, крупнейший кредитор в Российской Федерации, до сих пор не прибегал к такой мере, не отдавал просроченные долги коллекторам. Теперь же Сбербанк собирается сделать это. Просроченная задолженность физических лиц Сбербанку, это 45 миллиардов рублей, большая сумма. Сбербанк собирается передать сборщикам недоимки 10% этой суммы, то есть, ну, там, порядка 4-5 миллиардов рублей. Уже отобрано 30 коллекторских агентств, которые будут выбивать долги из должников Сбера. И в ближайшее время, вероятно, состоится аукцион. Ну, собственно, о том, что теперь будет с долгами Сбербанка, почему крупнейший банк страны решил продавать, собственно, свои просроченные долги, мы поговорим с главой Центра развития коллекторства Дмитрием Жданухиным. Это продолжение той тенденции, которая уже Сбербанком была заявлена до нового года, о том, что будут проводиться пилотные проекты, отбираться коллекторские агентства. И сейчас вот в разных регионах России уже этот процесс дошел до передачи в работу конкретных пакетов долгов. Для коллекторского рынка это означает выход, по сути дела, на новый уровень. Почему? С одной стороны, признание от одного из крупнейших губанков, вот такое заявление со стороны Сбербанка, по незаявлению главы Роспотребнадзора Нищенко, да, это очень важно, что Государственник показывает, что может работать с коллекторами, даже несмотря на мнение главного санитарного врача. Окей, ну а мы переходим к последнему на сегодня разделу, к корпоративным новостям. Ну и, собственно, пришла довольно мощная новость сразу, как только в Америке проснулись, стало известно, что новый претендент появился на Нью-Йоркскую фондовую биржу, крупнейшую фондовую площадку пока что на планете. Считалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа отойдет немцам. На Нью-Йорк Сток Эксчендж был претендент, это Deutsche Börze, которая сделала предложение о поглощении, о покупке американской площадки. Предлагала она порядка 9 миллиардов долларов. И что ж, сегодня утром было сделано конкурирующее предложение. Вторая американская биржа, NASDAQ, которая начинала как биржа высокотехнологичных компаний. Тоже, ну, собственно, давно хотела сделать конкурирующее предложение, но у нее не хватало финансовой опоры, не хватало просто денег, чтобы предложить больше. Они долго искали партнера, вместе с которым могли бы, в общем, поглотить Нью-Йоркскую фондовую биржу. Наконец нашли это International Commodity Exchange, биржа ICE, известная тем, что, собственно, вот на этой бирже, ну, прежде всего, она известна тем, на этой бирже определяются те цены на нефть, которые печатаются в газетах. Ну, вот, бренд WTI. Вместе эти компании, эти две биржи предлагают за Нью-Йорк Сток Экчейндж 11 миллиардов. То есть, заметно больше, намного больше, чем немцы. И, в принципе, это, вот вся вот эта коллизия, как она разрешится, это все довольно интересно нам здесь в России. Почему? Были сообщения, официально их не подтверждают, о том, что Deutsche Bank уже вступил в альянс с крупнейшей в нашей стране биржей ММВБ, которая сейчас поглощает биржу РТС и становится, по сути, главной и единственной фондовой площадкой в стране. И вот, собственно, если Deutsche Börse купит Нью-Йорк Сток Экчейндж, то это все будет одним таким глобальным крупным альянсом. И, возможно, на, собственно, российские рынки, ну, если произойдет интеграция этих торговых площадок, смогут выходить американские инвесторы напрямую. И наоборот, у этого есть как плюсы, так и минусы. Я надеюсь, что мы еще поговорим об этом в течение дня со специалистами. Если же купит NASDAQ и International Commodity Exchange, то никакой связи прямой между американским рынком и российским, вероятнее всего, не образуется в ближайшие годы. Ну, будем следить за развитием событий. Безусловно, это такая важная интрига, которая не разрешится в один день, потому что Deutsche Börse покупала Нью-Йоркскую биржу уж точно несколько недель. И вот теперь купит или нет, конечно, большой вопрос. Ну, а посмотрим, что тем временем происходит на рынках, на фондовых и на товарных. Ну, а вот, собственно, движение у нас такое разнонаправленное. Япония слегка снижается, Европа растет. Вообще, в Европе происходят такие последние дни очень интересные движения, потому что кризис, между прочим, в зоне евро никуда не делся. Сегодня, например, как только, ну, прям с утра, появилась новость о том, что Ирландии может потребоваться дополнительное финансирование. Сумма спасения стороны ее банков возможно вырастет до 124 миллиардов долларов. Раньше оценки были в районе 100. Ирландия провела так называемый стресс-тест собственных банков, то есть выяснила, при каких условиях банки выстоят. Ну, вот выяснилось, что им нужно еще, еще, еще дополнительных денег, а то, в случае что, в Ирландии финансовый кризис перерастет в банковской, этого, конечно, никто не хочет. Ну, что ж, это были, пожалуй, все новости экономики и бизнеса на сегодня. С вами был Иванов Игорь, это была программа «Деньги на дожде». До свидания, пока. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Континент ТВ в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru